Здравствуйте! Это программа «На равных» о людях с физическими ограничениями и безграничной любовью к жизни. Целый мир в четырех стенах. Здоровому человеку сложно даже представить такой образ жизни. А ведь далеко не у каждого маломобильного человека получается развиваться, работать, быть востребованным и без труда передвигаться по городу. Сегодня Тамара Жарких ответит на вопрос, как сделать жизнь яркой, не выходя из квартиры. Мой оптимизм меня и держит. Даже в такой тяжелой ситуации. Не падать духом не дает мне падать дух. А мне всегда интересно жить. Супруга вообще, она молодец, да. Она сама по себе энергичная, как бы жизнелюбивая. Она обобщительная. Время лучший лекарь, лучший психолог в этом деле. Все равно надо привыкнуть к ситуации. Никто это не переживет за нас. Сейчас мы будем садиться в колясочке. Вот так вот садимся на бочок. Вот так вот садим на досточку. Каждое утро так садимся. Каждое утро медик не вот так помогает. Каждый утро медик. Кроме того, что она сделает перевязку, все процедуры. Два года назад Тамара Жарких впервые стала героиней нашей программы. Улыбчивая, понимающая, открытая и откровенная. С легкостью поделилась своей историей. Будучи еще совсем молодой, неожиданно заболела. Фурункулез. Кажется, совсем не страшное заболевание, но не в этом случае. Инфекция дошла до спинного мозга. Гноник нашли и удалили, но после операции организму не удалось восстановиться. Женщина оказалась прикованной к инвалидному креслу. Так Тамара стала нашей героиней, ведь ей есть, что сказать людям, попавшим в подобную ситуацию. За годы в инвалидном кресле Тамара полностью адаптировалась к условиям квартиры. Мало того, с помощью родных превратила ее в рабочее место, сад, огород и живой уголок, где разводят перепелок. Вот так каждый день наполняется заботами и смыслом. Сейчас водички долью, а то жарко. Яиц у нас бывает штук 10-12. Там 15 перепелок живет у нас. Мы собираем. В течение дня они несут штук по 10 точно бывает каждый день. Это не развлечение, это и питание, потому что очень полезные перепелиные яйца, но и немного на продажу идет. Когда брать берешься и делаешь, тогда проще все. Не попытаешься, не будет просто. Это я так вот думаю обо всем. Каждый ее день расписан. Сейчас время для творчества. Занятия для души, самореализации и дохода. В этой комнате оборудовано рабочее место инвалида. Масса всяких баночек, коробочек с бисером, нитками, шнурками, лентами. Тут же готовые работы, выполненные на заказ. Декорированные ободки, колье, броши, цветочные композиции. Сейчас новый заказ из джинсовой ткани. Авторская работа для одной городской модницы. Скажем так, я и зарабатываю на этом. Во-первых. Во-вторых, я занята. В-третьих, этого творчества я постоянно продумываю, как сделать, из чего сделать. Это вот занятие такое довольно интересное. Смысл появляется в этом занятии. Мои украшения людям очень нравятся. Разбирают у меня все мои друзья. Все пользуются, на подарки заказывают. Часто очень. Недавно я оформляла для знакомой джинсовую свадьбу. Ассессуары делала все в джинсовом стиле. Я в интернете очень много общаюсь. И вот сейчас с рукодельницей, со всего мира. Смотрю конференции всевозможные в интернете. У меня интерес в жизни появился. А я долго не сижу. Я позанимаюсь одним делом. Потом мне надо смену деятельности, движения. Переезжаю на кухню, занимаюсь на кухне своими делами. Я самостоятельно очень много делаю. Все, что могу, где дотянусь, все делаю сама. Для обычных людей домашние хлопоты – привычное дело. Для Тамары Жарких – достижение. Еще совсем недавно, по 4 часа в день, с ней находилась сиделка. А теперь навещает помощница Ирина. Нашей героине круглосуточная помощь больше не нужна. В рамках долгосрочной городской целевой программы организации доступной среды для инвалидов переоборудовали ванную, чтобы Тамара справлялась самостоятельно с водными процедурами. Адаптировали кухню. И на 6 квадратных метрах наша героиня варит, парит, маринует и печет. Может даже мастер-класс дать по изготовлению фирменного блюда. Я беру икру ментая, моя фирменная закуска. Жили на Дальнем Востоке, а там японцы. А японцы – они долгожители. Они икру ментая ценят больше, чем красную. Красная она калорийная, питательная. А японцы – это очень полезная. Витамины, микроэлементы и некалорийная. На 100 грамм – 132 калория. Я беру любую баночку и вмешиваю туда, как маленькими пульсами, растительное масло без запаха. Вмешиваем, пока нас не устроит вкус. Давайте я вам помогу что-то порезать. Если вам не скажете, я просто у меня очистка. Что нужно делать? Берите яйцо. Я хозяйка, и лук я сама сделаю. Мелко режешь? Обыкновенно, как для салата мелко. Кубик. Так, дружненько мы приготовим. Говорят, что нет двух хозяек на одной кухне. Но я буду просто помощница. Тем более, ваша помощница приятница на самом деле. У меня... А расскажите нам, пожалуйста, про Иру. Ой, Ира, у меня замечательный человек. Мне повезло, что она появилась в моей жизни. Мне нужен был человек, приходящий ненадолго. На час. Помочь мне. Отдохнуть днем. Прилечь отдохнуть. И опять в коляску сесть. Переодеться. Потому что я целый день бываю одна дома. Муж работает. Сын учится. Ира, может быть, вы придете, мы про вас говорим. Мы совпали с ней как-то. Она довольна, что ко мне пришла. Я рада, что она пришла. А у нее доченька Маруся, 4 года, приходит. С разговорами дело спорится. Чудо-закуска почти готова. Тамара рассказывает, что ей пришлось быстро взять себя в руки. И научиться полноценно жить сидя, чтобы не потерять семью. А ведь после операции не могла и час находиться в коляске. Сейчас все изменилось. Я пытаюсь делать упражнения. Я пытаюсь заниматься. Я пытаюсь все-таки что-то продолжаю делать. И у меня мысли, что я вот... Ну, сложить руки и сидеть, так все, я так буду жить. Пока нету еще такого. Даже на протяжении... Ну, скоро уже 6 лет будет все равно. Еще у меня есть желание бороться. Уже не то, конечно, не так остро, как первые года. Хотелось вот я сейчас, сейчас я вот я все это. Но все равно. Ну, не могу я сказать, что с этим смирилась. Не могу. Да, я живу в этом. Я приняла. Я не страдаю так. Я не стесняюсь. Раньше я стеснялась на улицу выехать в магазин. Сейчас я не стесняюсь этого. Я чувствую... И не всегда я... Редко чувствую себя ущербно на улице или где-то в общественных местах. Крайне редко. В основном и люди относятся уже более... Спокойно, без реакции. И я спокойно к этому отношусь и ко всему. Пьем кофе, обсуждаем безбарьерную среду Омска. У колясочников так и нет беспрепятственного доступа в необходимые учреждения, несмотря на сооруженные пантусы. Довольно легко Тамаре выбираться только из собственного дома во двор. Она покажет нам свою доступную среду, как только закончит изделие в стиле Боха. У нас остался последний штрих для завершения. Сейчас приклеим пуговичку. И будет готово наше украшение в эко-стиле или Боха-стиль. Сейчас вот листочка. Тут работа, в принципе, недолгая. Ее даже покажем. Сейчас вот так вот. Наша героиня – востребованный дизайнер. Во всех социальных сетях есть ее страница. Заказать работу можно и на сайте под названием «Записки отчаянной домохозяйки». Адрес вы видите сейчас на экране. Тамара много работает, поэтому редко выбирается из дома. Хотя условия для прогулок создала для себя сама. Семья поддержала идею пристроить отдельный выход и правильный пандус. Тамара нашла в интернете необходимую информацию, сделала расчеты и тем самым облегчила жизнь себе и родным. До этого приходилось выносить женщину из подъезда на руках. Да, сами сделали. На собственные средства брали кредиты, платим до сих пор кредит. И сделали вот все, в принципе, собственными усилиями. Двор, улица, сквер. А вот места, где в хорошую погоду Тамара Жарке гуляет в сопровождении сына или мужа. А вот места вы идете за вершel и ребенок создает. Тамара – женщина радость, улыбается, даже если на душе тяжело. О плохом говорить не любит, считает ни к чему, а вот мечты озвучивает, может сбудутся. Хочет побывать в Испании, наслышана от заграничных друзей о безграничных возможностях колясочников. Мечтает проверить на себе. Да, грустно. У нас все сделано для галочки. Пандус есть, проехать невозможно. Ни в больницах, нигде. В кинотеатре есть зал, попасть туда невозможно. Хотя он предназначен для инвалидов. Очень часто так. А когда общаются за границей, вплоть до двора, дома, этажа, человеку помогают. Грустно первый раз, когда я прочитала, пообщалась, поговорила. Грустно. У них люди не ограниченные, а требующие большего. У нас как? С ограниченными возможностями. А у них люди считаются с повышенными потребностями. То есть там все настроено, что эти такие люди, как я, у нас более повышенные потребности. Жизнь продолжается. Она хороша, по-своему, даже в таком положении. Вы знаете, все равно есть хорошее. Много плохого, много тяжелого. Все. Но масса хороших есть вещей. Правда. Тамара Жарких живет под девизом. Страха нет, один задор. И с бедами справляется с улыбкой. Знает, какими бы ни были границы возможностей, в них всегда найдется место для счастья. Новый выпуск «На равных» в следующую среду. Ждем от вас комментарии на нашей странице. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова